Приветствую вас, дорогие друзья, на очередном обзоре инструментов Forex. У нас 18 января, вторник. Сегодня, наконец-то, рынок покажет себя в полной красе. Вчера американцы праздновали день Мартина Лютера Кинга, поэтому особой волатильности у нас на рынке не было. Ну а сегодня, надеюсь, что будут какие-то интересные движения. Итак, давайте разберем наш основной набор инструментов. Начнем с индекса S&P 500. Итак, индекс S&P 500. Как видим, вчера мы скорректировались в нисходящем направлении. Напомню, что накануне рассматривали сценарий восходящего движения при пробое цены открытия понедельника. Как мы видим, у нас ни одна свеча не закрылась выше цены открытия понедельника. Ну, точнее, не открытия понедельника, а локального экстрема, который мы получили при открытии. Поэтому, собственно, точки входа здесь никакой у нас не было. Если вы вчера купили S&P 500 и в итоге получили стоп, то с большей вероятностью вы поторопились. Ну или, возможно, у вас просто была другая цена открытия. Возможно. Тем не менее, что мы будем делать сейчас? Итак, давайте порассуждаем. Во-первых, у нас здесь восходящий тренд. Я думаю, что ни у кого не возникает в этом сомнения, что тренд действительно восходящий. Во-вторых, у нас здесь есть некое подобие нисходящей усеченной конструкции. Предполагаем, что вот это волна А, затем коррекция волна В, и сейчас у нас развивается волна С. Соответственно, это хороший момент для того, чтобы рассмотреть выгодные покупки. Помимо всего прочего, волну С мы можем разбить на подволны АС, ВС и СС, которые, в свою очередь, являются также усеченной конструкцией. Поэтому, с учетом того, что мы оттестировали ключевой уровень 4592, сейчас наступает тот самый момент, когда мы можем выгодно купить, найти хорошую точку входа и ее отработать. Давайте рассмотрим следующий сценарий. Возьмем пивот сегодняшнего дня, точнее, пивот последней импульсной свечи. Это у нас котировка 46.11. И скажем, что как только у нас часовая свеча закроется выше данного уровня, мы получим сигнал на покупку. Отработать эту покупку можно будет либо с текущих позиций при закрытии часовой свечи выше указанного уровня, либо лимитным ордером от этого уровня. Стоп-лосс мы ставим за ближайший локальный минимум. И первый тейк-профит фиксируем на ближайшем пивоте. Это уровень 46.66. Потенциал примерно 53 пункта. Стоп-лосс у нас получится порядка где-то 25 пунктов. То есть, соотношение 1 к 2 вполне себе неплохое. Ну а дальше мы уже переведем сделку без убыток и понаблюдаем, как будет отрабатываться идея в глобальном плане. В общем, пока у нас план именно такой по S&P 500. Идем дальше. Евро-доллар. По евро-доллару, напомню, мы вчера с вами рассматривали... Ой, сейчас чихнул наверно. А может и я чихнул. По евро-доллару мы вчера рассматривали вариант нисходящего движения по трехсоставной конструкции. Соответственно, как видим, здесь у нас идеальная идея отработала. Мы зашли в зону, оттестировали ее и ушли в нисходящем направлении. Сейчас эту сделку, которую вы вчера, возможно, открывали, возможно, не открывали, но если открывали, то лучше перевести в без убыток. У вас прибыль порядка 42 пунктов, может быть, даже чуть больше, если вы поймали движение прямо от пика. Но в любом случае, лучше ее перевести в без убыток и уже спокойно наблюдать за полной отработкой. При этом Take Profit я рекомендую немножко подтянуть с той конструкции, которую мы вчера рисовали, до ближайшего локального уровня. Это 1.13.784. Объясню зачем. Дело в том, что если рассмотреть вот эту волну в качестве усеченной, то видим, что у нас граница усеченной конструкции находится гораздо ниже, чем тот потенциал, который мы выставляли. А это значит, что не пройдя этот уровень, цена может развернуться и уйти в восходящем направлении, поскольку тренд у нас здесь явно восходящий. И сейчас мы находимся в диапазоне средних значений. Поэтому, что мы с вами будем делать? Мы просто выставляем Take Profit поближе перед ключевым уровнем, который я озвучил. И когда цена оттестирует этот уровень, мы просто с вами найдем какой-нибудь разворотный паттерн и отработаем движение в восходящем направлении. Вот такой несложный торговый план у нас будет по евро-доллару. По целям глобальным мы определимся, я думаю, немножко позже, когда будет понятно, что действительно цена развернулась и коррекция текущая закончилась. Ну а пока что, пока что рассматриваем именно такой сценарий. Идем дальше. Фунт-доллар. По фунту рассматривали мы вчера также идею нисходящего движения, но здесь, как видим, до диапазончика мы не дошли, ушли раньше. Что происходит сейчас? Сейчас цена тестирует ключевой уровень 1.36.136 и, как видим, уже есть восходящая свеча. Поэтому основная идея у нас здесь будет на текущий момент, поскольку мы все-таки двигаемся в восходящем тренде, думаю, что здесь тоже ни у кого сомнений не возникает, что тренд восходящий, идея основная будет, конечно же, на покупке. Когда мы будем покупать? Давайте возьмем вот этот ключевой уровень 1.36.26 и скажем, что при закреплении часовой свечи выше данного уровня мы имеем право отработать покупку до ближайшего ключевого уровня 1.36.676. Это будет где-то порядка 40 пунктов. Стоп-лосс мы спрячем за ближайший локальный максимум. Это будет порядка где-то 19 пунктов стоп-лосс. Вот такой несложный сценарий у нас будет на текущий момент по фунту-доллару. Затем уже при достижении ключевого уровня можно перевести сделку в безубыток и затем отработать максимальное движение, возможно, даже с обновлением локального максимума. Такая идея сегодня по фунту. Так, идем дальше. Доллар, японская иена. Вчера, напомню, мы с вами рассматривали сценарий восходящего движения после коррекции на предыдущую размерность. Но, как видим, коррекции мы не получили. Зато получили коррекцию на предыдущую размерность сегодня, когда тестировали наклонный уровень сопротивления. Что будем делать сейчас? Ну, смотрите, объективно сейчас покупать уже доллар, японскую иену как-то дорого. Ну, потому что раз мы не пробили уровень сопротивления, значит, у нас здесь максимум потенциал с текущих позиций порядка 30 пунктов. Но если мы будем искать более выгодную покупку, то потенциал будет и того меньше. Поэтому я предлагаю здесь все-таки рассмотреть другой сценарий. Давайте предположим, что у нас вот эта восходящая конструкция не что иное, как коррекционная восходящая волна в рамках нисходящего тренда. Поэтому основной сценарий мы рассмотрим здесь в продажу. А рассмотрим мы его следующим образом. Обратите внимание, у нас сегодня есть локальный минимум и есть пивот, соответствующий ключевому уровню 114.460. Поэтому мы скажем, что как только у нас нисходящая часовая свеча закрывается ниже ключевого уровня 114.460, мы можем открыть короткую позицию с небольшим стоп-лоссом и потенциалом на обновление локального минимума. Это у нас будет примерно котировка 113.485. Таким образом у нас будет порядка 96 пунктов потенциал движения, ну а стоп-лосс составит примерно 35-36 пунктов. Соотношение примерно где-то 1 к 2,5, что в принципе достаточно неплохо. Такой сценарий у нас основной будет по доллару японской иене на сегодня. Идем дальше. Доллар-канадец. По доллар-канадцу каскадно спустились и за счет вчерашнего дня у нас появилась новая идея по отработке вложенного дня. Дополнительные зоны ликвидности. Давайте их себе отметим. Нижняя зона 1.24.785, 1.24.517. Верхняя зона 1.25.770, 1.26.032. Идея здесь будет у нас проста, как апельсин. Смотрите, мы двигаемся в рамках нисходящего тренда. Причем выполнили ту размерность, которую прошла цена изначально. Сейчас у нас возникает тот самый момент, когда очень выгодно могут быть покупки совершены. Поэтому, для того, чтобы нам с вами купить, нам нужна какая-то точка отсчета. Я предлагаю отработать следующий сценарий. Если цена пойдет с текущих позиций в нисходящем направлении, то здесь мы с вами купим от верхней границы нижней зоны ликвидности. 1.24.784. Стоп-лосс спрячем за ближайший локальный минимум. Стоп-лосс будет где-то порядка 29 пунктов плюс-минус. И отработаем нисходящее движение до верхней зоны ликвидности. Минимальный тейк-профит в данном случае будет 98 пунктов. Соотношение получится примерно 1 к 3 стоп-лосса и тейк-профита. Ну а когда мы сходим в восходящем направлении и достигнем уровня примерно 1.26 ровно. Давайте даже так вот возьмем. 1.26 ровно. Отсюда мы уже совершим с вами продажу в рамках коррекционного движения по отношению к нисходящему тренду. То есть у нас здесь будет вот такая конструкция трехсоставного коррекционного движения. И отсюда мы уже от диапазона средних значений в рамках нисходящего глобального тренда продадим и отработаем продажу. Вот такой план по доллар-канадцу. Идем дальше. Доллар-франк. По доллар-франку ничего нового у нас в принципе не произошло. Еще раз мы оттестировали ключевой уровень минимальной коррекции по отношению к последней волне нисходящего движения. И здесь в общем-то даже ничего нового, наверное, я вам не скажу. Мы по-прежнему торчим во флете. Единственное, что если рассматривать это движение как флетовое, у нас есть неплохой потенциал восходящего движения. Поэтому основной сценарий на текущий момент мы рассмотрим именно в лонг. Идея будет следующая. У нас есть ключевой уровень 0.91.619. Соответственно, при закреплении часовой свечи выше данного уровня можно попробовать совершить покупку со стоп-лоссом за наклонной линией поддержки и сопротивления. Это будет порядка 17 пунктов стоп-лосс. А ближайший тейк-профит у нас будет где-то порядка 75 пунктов до котировки 0.92.37. При этом при достижении вот этого уровня промежуточного 0.91.828 я рекомендую перевести сделку в безубыток. Поскольку данный зеркальный уровень может быть отработан вот таким образом. После этого цена спустится и пойдет дальше в нисходящем направлении. В этом случае мы с вами уже будем переворачиваться и открывать сделку в шорт и закрывать лонги. Такой торговый план по доллар-франку. Идем дальше. Австралиец доллар. По австралийцу мы вчера пошли по тому сценарию, который как раз для нас был самый невыгодный. Напомню, что мы вчера делали. Мы рассматривали вариант восходящего движения при закреплении цены выше уровня 0.72.211. Примерно так. Ну и как видим цена у нас действительно свеча открылась выше этого уровня. Но после того, как мы открылись, сразу же ушли в нисходящем направлении. Поэтому если был небольшой стоп лост, то мы его практически сразу же словили. При этом мы выполнили предыдущую коррекцию, предыдущую размерность коррекции. Соответственно, что мы будем делать сейчас? Во-первых, в рамках текущего восходящего тренда, думаю, что ни у кого не возникает сомнения, что тренд здесь восходящий. Мы выполнили коррекцию, причем это коррекция трехсоставная, и причем эта конструкция у нас усеченная. Давайте проверим, действительно ли она усеченная. Да. Граница усеченной конструкции находится гораздо ниже, поэтому что мы будем делать сейчас? Сейчас мы будем искать сделку в покупку. Причем для поиска более точечного входа мы рассмотрим вот эту усеченную волну цена, предмет усеченки внутри этой волны. Собственно, идея здесь будет у нас следующая. Итак, представим, что вот это у нас волна А, вот это волна Б и вот это волна С. И что происходит сейчас? Как мы видим, мы пробили наклонную трендовую линию сопротивления. Поэтому сейчас формируется не что иное, как коррекционная волна С. И как только у нас цена преодолеет уровень 0.71957, здесь у нас будут актуальные покупки со стоп-лоссом за ближайшим локальным экстремом. Это порядка 20 пунктов. Ближайший тейк-профит фиксируем на пивоте на ближайшем локальном максимуме сегодняшнего дня. Это котировка 0.72277. Переводим сделку в безубыток и ждем полной отработки. Потенциал для роста у нас, несомненно, есть. Цена очень хорошо скорректировалась. Поэтому основной сценарий будет именно такой. Идем дальше. Новозеландец. По Новозеландцу точно такая же у нас история здесь. Также мы с вами ищем идею похода в восходящем направлении. Поскольку цена двигается в восходящем трендовом канале. Может быть не таком продолжительном и не таком интенсивном, как по австралийцу. Но тем не менее, мы также неплохо скорректировали. Здесь есть трехсоставная конструкция. Она является усеченной. Более того, волну С мы также рассматриваем на предмет усеченки. Переходим на 15-минутный таймфрейм. Предполагаем, что вот это у нас волна А, вот это волна Б и это усеченная волна С. И как видим, здесь у нас уже совершилось пробитие и формирование паттерна 1-2-3. Так что здесь по Новозеландцу уже актуальны покупки. Можно с текущих позиций рассматривать сделки в лонг. При этом у нас ближайший потенциал будет порядка 33 пунктов. Стоп-лосс мы ставим за ближайший локальный минимум. Соотношение 1 к 2 с текущих позиций очень даже неплохое. Поэтому, пожалуйста, такой сценарий для себя рассматриваем. Ну а потенциал для роста, думаю, вы и сами прекрасно видите, здесь есть очень даже неплохой. Идем дальше. Золото. Ну вот, пока составлял обзор, золото уже усвистало наверх. Причем усвистало именно оттуда, откуда я и хотел рекомендовать покупать. Ну ладно. Давайте-то отвлечемся от того, что мы упустили и поговорим более абстрактно. Так. Вчера мы рассматривали сценарий, по которому золото должно было скорректироваться. И мы бы от ключевого уровня 1812-40 совершили покупки. Собственно говоря, вчера никакой коррекции не было. Коррекция последовала сегодня. Причем последовала коррекция более глубокая, чем мы ждали. И размерность мы в этом случае берем уже не вот эту полную, а вот эту размерность. Плюс-минус она отработала. Что делаем сейчас? Сейчас у нас... Ну фактически здесь восходящее направление, восходящий тренд. Мы находимся в диапазоне средних значений, поэтому как ни крути, очень желательно будет для нас поймать эту волну повышения. Поэтому, что мы будем делать? Давайте попробуем перейти на 15-минутный таймфрейм. Что он нам скажет? Так. Здесь есть усеченная конструкция. Вот она. Так. Сейчас проверим. Да. Будем строить именно вот от этой волны. То есть вот это у нас волна А, вот это коррекция волна Б, и вот это волна С. Конструкция это, насколько я могу судить, усеченная. Причем, как видим, да, границу усеченной конструкции мы не пробили, а лишь ее оттестировали. Поэтому здесь очень хорошая тенденция у нас появляется для того, чтобы нам купить. Что мы будем делать для того, чтобы купить? Берем волну С, строим наклонный трендовый канал. Видим, что наклонный трендовый канал мы пробили, но с текущих позиций мы ни в коем случае не покупаем. Что нам нужно сделать? Дождаться коррекции волны Б. Коррекция должна произойти примерно вот в эту область. Ну, я так рассчитываю, что она сюда придет. 1811.39, 1811.86. После этого ждем восходящего движения. Пробиваем границу волны А. Это 1814.24. После этого у нас получается повышение волнового уровня. И мы входим в сделку в лонг. На ближайшем локальном максимуме 1822.78. Фиксируем часть прибыли. Переводим сделку в безубыток. Стоп-лосс у нас при этом будет за локальным минимумом. Соотношение. Так. Ну да, кстати, не самый маленький стоп-лосс получится. 856 пунктов. 1.5. Ну да, такая себе сделка. Конечно, отсюда было бы гораздо выгоднее купить. Но сейчас, как говорится, уже выбирать не приходится. Если вас устраивает это соотношение, то, пожалуйста, можно рассматривать такой сценарий для себя. Обратите внимание, что, еще раз повторюсь, с текущих позиций мы в покупку не заходим. Нам нужно дождаться либо коррекции. Причем, давайте уж так, раз уж мы про коррекции заговорили, посмотрим, какую коррекцию нам нужно дождаться. Достаточно глубокую, я бы сказал, коррекцию нам нужно дождаться. Вряд ли. Мне кажется, цена дойдет до этих пределов. 1810-1813. Либо, соответственно, паттерн 1, 2, 3. Что гораздо проще. Поэтому ждем паттерна и заходим в сделку. Идем дальше. Серебро. А вот по серебру вчера у нас был настолько низковолатильный день, что мы получили дополнительные зоны ликвидности. Отмечаем их себе на графике. 22.710, 22.577 – это нижняя зона ликвидности. И верхняя зона ликвидности – 23.216, 23.349. Отработка будет очень простая. Поскольку тренд у нас здесь восходящий, то мы рассчитываем именно, что мы сначала спустимся в область нижней зоны ликвидности, а отсюда отработаем движение к верхней зоне ликвидности. Если мы отработаем движение сначала к верхней зоне ликвидности, то есть если с текущих позиций цена пойдет вверх, то здесь будет уже немножко другая идея. Это будет нечто похожее на двойное дно, точнее на двойную вершину, правильно сказать. И в этом случае, конечно же, тенденция на поход в нисходящем направлении будет сохраняться в рамках отработки вложенного дня. Но это будут уже агрессивные точки входа, потому что тренд у нас здесь восходящий. Так что там будьте внимательны. Ну а наиболее перспективный сценарий это именно дождаться снижения и после этого купить. Так, идем дальше. Нефть марки Brent. Смотрите, очень интересная ситуация сейчас развивается по нефти. Мы достигли нашего локального целевого диапазона, при этом выполнили ту размерность, которую строили ранее. Достигли ключевого уровня. И сейчас, на мой взгляд, самое время закрыть покупки, зафиксировать прибыль и поискать хорошую точку входа в шорт. Объясню почему. Во-первых, помимо очевидного, что нефть достаточно долго у нас идет в восходящем направлении. Если мы с вами посмотрим вот на эту размерность, которую мы выполнили ранее. И эту размерность подставим сюда, то видим, что мы здесь также выполнили необходимые цели по походу в восходящем направлении. А если мы взглянем на дневной график, то видим, что мы также преодолели локальный, точнее уже даже глобальный, наверное, максимум, который был построен аж в 2018 году. В 2018 году, 3-4 октября. Поэтому с текущих позиций у нас открывается очень хороший вариант на то, чтобы скорректироваться и уже после этого пойти в восходящем направлении. Так, 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 так. Что мы будем при этом с вами делать? Естественно, с текущих позиций просто так взять и продать это не самое грамотное решение. Поэтому мы попробуем найти какой-нибудь паттерн. А именно, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Возьмем пиво от сегодняшнего дня. Это котировка 8709. И скажем, как только у нас нисходящая свеча закрывается ниже данного уровня, мы имеем право совершить продажу со стоп-лосом за локальным максимумом. Не очень большой стоп-лос, получится всего лишь 118 пипсов. Но при этом потенциал продажи будет, ну, не сказать, что прям очень большой, но минимально он будет где-то порядка 158 пипсов. Но это минимально. На самом деле я рассчитываю, что мы придем аж вот сюда, в котировку 8136, и это будет минимум того, на что мы можем рассчитывать. То есть такое будет коррекционное движение, очень неплохое. Для того, чтобы предположить, какое оно будет, можем взять, допустим, предыдущие размерности и подставить так вот посмотреть. Здесь переходим плюс-минус тот же диапазон. Если возьмем вот эту размерность более раннюю, то видим, что все равно потенциал очень даже неплохой. В общем, короче, здесь я буду рассматривать именно продажи, но продажи не просто с текущих моментов взял-продал, а именно продажи, которые соответствуют какой-то торговой идее. В данном случае это пробой пивота 8709. Идем дальше. Доллар-рубль. По доллар-рублю мы вчера выполнили трехсоставное движение на ту размерность, которую ранее обозначали. Поэтому, собственно говоря, сейчас мы также рассматриваем движение в лонг. Здесь у нас ничего не меняется. Мы ждем восходящего движения по той размерности, которую обозначали ранее. Это у нас будет целевой диапазон 78060-78445. Вот такая основная идея у нас по доллар-рублю. Так что здесь без изменений, по большому счету. Так, и биткоин. По биткоину достаточно интересная ситуация у нас развивается. То есть мы выполняем некое, скажем, подобие трехсоставного нисходящего движения. Но, тем не менее, полностью это движение мы не выполнили. И тем, наверное, интереснее эта ситуация, поскольку мы получили усеченную конструкцию. Теперь, что нам нужно сделать для того, чтобы выгодно купить. Мы построили наклонную трендовую линию сопротивления. Теперь ждем, когда волна А пробьет эту наклонную трендовую линию. Затем получим коррекцию волну Б. И на повышение волнового уровня зайдем в сделку в бай. При этом спрячем за ближайший локальный минимум наш стоп-лосс. Первый тейк-профит зафиксируем на котировке 43.794. И переведем в сделку без убыток. Ну, а дальше будем наслаждаться дальнейшим ростом. Потенциал для роста у нас здесь не просто атомный, а он очень-очень хороший. Поэтому я все-таки рассчитываю, что сейчас мы находимся как раз в том самом моменте, когда можно очень выгодно купить. На текущий момент у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли. Пока!